Дорогие мастера, в прошлом многих из вас встревожили или смутили термины «воины мира» и «воины света», употребляемые нами, поскольку они могли восприниматься как воинственная терминология. В то же время, существуют различные интерпретации и аспекты истины. Начиная с падения Земли и человечества в плотность разделения и боли, мы усиленно боролись за вас и вместе с вами. Мы боролись с тенями иллюзий и негатива, созданными вашими коллективными убеждениями сознания страха, виной и недостойного поведения. Мы боролись, чтобы помочь вам вновь воссоединиться со многими аспектами вашей истинной личности и помочь вам вспомнить, насколько вы прекрасны. Мы старательно выполняли указания и директивы, переданные нашим Богом Отцом, Матерью и Высшим Создателем. Помогайте нашим детям вернуться к Свету и восстановить свое Божественное наследие. Да, эоны лет мы участвовали в сражении Света Творца с тенями человечества, но нашим оружием были любовь, сострадание, понимание и поддержка, поскольку вы пересекаете долины отчаяния и стремитесь взлететь на горные вершины надежды и просветления. Если вы присоединитесь к нашим усилиям, которые несут Свет в мир тени и сердца человечества, если вы будете твердо стоять на своих убеждениях, которые, в конечном итоге, начнут превалировать, понимая, что только наш Бог Отец, Мать знает полную картину и то, что, действительно, является лучшим. Если вы сможете поддерживать миролюбие и внутреннюю радость и излучать мощную любовь Создателя всему человечеству, то вы, действительно, будете воином наших легионов Света. Раньше мы неоднократно говорили о законах причины и следствия, или что на каждое действие есть противодействие, это то, что известно как положительная или отрицательная карма. Многие вековые, как просветленные, усердно работали над тем, чтобы балансировать свою личную и наследственную карму, а также расовые и кармические влияния. Основной частью игры дуальности и полярности было возвращение к равновесию и гармонии во всех аспектах вашего бытия. И что произойдет теперь, когда ветры войн, политических конфликтов и водоворот разрушений как темная и тяжелая мантия окружили Землю, затрагивая и воздействуя всех и вся. Это зависит от того, что вы чувствуете и думаете, дорогие, от того, что находится в вашем уме и в вашем сердце. Будете ли вы твердо стоять в свете или добавлять к негативным кармическим мысли формам, которые постоянно создаются, свои. Многие из вас прекрасно сбалансировали свою кармическую книгу жизни. Давайте теперь назовем ее просто «Книга жизни», в которой у вас есть колонки с плюсами и минусами. И ваша цель состоит в том, чтобы превратить минусы в плюсы или положительные энергетические паттерны. Пришло время провести инвентаризацию своих мыслей и эмоциональной энергии, которую вы проецируете в эти смутные и напряженные дни вашей планеты. Растворяете и искажаете ли вы ауру гармонии, созданную вокруг вас, позволяя себе погружаться в хаос разрушений, происходящих на планете Земля в это время? Поглощены ли вы сценариями, предоставляемыми телевидением, радио и газетными СМИ? Позволяете ли вы себе снова опуститься в плотность негативного окружения иллюзии? Если на какой-то из этих вопросов ваш ответ «Да», вы впитываете вибрации хаоса мировой обстановки в свою энергию вместо того, чтобы вместе другими эмиссарами мира добавлять свою любовь в слэш свет слэш силу в мир, вы станете на сторону тех, чье самое большое желание состоит мирному регулированию для всеобщего блага, или непреднамеренно примете сторону тех, кто хочет увековечить разделение, страдание и доминирование. Мы не говорим, что вы не должны быть информированными о происходящем во всем мире. Тем не менее, мы говорим, что теперь, как никогда раньше, вы должны подняться над происходящим и присоединиться к нам в качестве наблюдателей с более высокой точкой зрения. Точка зрения, у которой нет правильного или неправильного пути, а только различные оттенки правды и разные мотивации. Точка зрения, у которой нет ни абсолютно справедливых и безупречных, ни заблуждающихся рас, страны религий. Помните, каждая душа на земле несет внутри себя Божественную искру. Вы должны оставаться сосредоточенными на сердце и настроенными на свое Высшее Я с духовно наполненным сознанием так, чтобы ваши действия и решения всегда соответствовали Божественному плану. Затем, дорогие, вы станете в ряды справедливых, чье наибольшее желание состоит в том, чтобы вернуть Землю и человечество к истинному состоянию мирного сосуществования, в котором безраздельно властвует наш Бог-Отец, Мать. Конечно, есть те, кто согласился играть роль адвоката-дьявола, те, кто представляет вашу теневую сторону наиболее разрушительным способом. Есть и те, кто убеждены в своей правоте и утверждают, что имели только самые высокие, наиболее альтруистические побуждения, однако, мы видим и знаем скрытые мотивы, стоящие за принимаемыми ими решениями и действиями, которые ведутся во имя мира и справедливости. Прямо в настоящий момент разыгрывается игра дуальности в своей наиболее драматичной форме, и вам решать, будете ли вы вовлечены в нисходящую спираль массового кармического действия, происходящего сейчас. Мы не просим, чтобы вы пассивно сидели у обочины и ничего не делали. Вас предлагаем вам встать в строй, поскольку ваша динамическая энергия жизненной силы необходима сейчас как никогда раньше. Вы намного более могущественны, чем можете себе представить, мои храбрые друзья, и вы играете важную роль в достижении мирного решения в очень тревожной мировой обстановке. Энергия, которую вы излучаете из своего сердца, имеет такое же влияние на результат этого великого противостояния, как и те, кто находится на линии фронта. Вы также находитесь на линии фронта, если можно так выразиться, поскольку вы способны задействовать чистую, непроявленную субстанцию света Создателя и сформировать из нее мощные мысли, формы и действия, которые помогут справиться с любыми невзгодами. Те храбрые души, которые призваны на поле боя, независимо от того, на чьей стороне они воюют, если они делают это с желанием всеобщей истинной справедливости и с духовным состраданием ко всем, кто их поддерживает, а не чувством ненависти, желанием мести, порабощения или управления другими людьми, они работают как справедливые воины, и силы небес поддерживают их. Те, кто яростно протестуют и кричит, добавляют свою энергию в плавильный котел хаоса. Они не предлагают решений и не предпринимают положительных действий, но обвиняют и мешают действиям других, или часто заявляют, что ничего не делать, это единственный путь к достижению мира и гармонии. Еще одной формой является нейтральная позиция или моя хата с краю. Мы неоднократно говорили, пора выйти их из хаты. Пора завить, на чьей вы стороне, света или теневой стороны. Пора заявить, что вы, эмиссар света, сияющая божественная искра и упреждающийся творец любви, радости, изобилия и гармонии. Или, на самом деле, вы, человек, который хочет идти легким путем, следуя указаниям других, и таким образом, откладывая в настоящее время свое божественное неотъемлемое право, дар свободной воли. Мир, часто используемое слово в эти тревожные времена, и оно может интерпретироваться различными способами. Вы применяете термин «душевное спокойствие», означающий спокойное, безмятежное настроение, свободное от разногласия, негармоничных мыслей или ментального конфликта. Мир может означать взаимное согласие двух людей, членов семьи, групп, районов, городов или стран, которые несет пользу всем участвующим, и ведет к спокойной, безмятежной и безопасной обстановке, а также к законному порядку. Слово «мир» также может означать договор или соглашение предотвратить или остановить конфликт между двумя оппозиционными фракциями. Вас можно назвать миролюбивым человеком или пацифистом, потому что вы предпочитаете или стремитесь к развитию мирной обстановки. Вы можете стремиться к миру или пытаться сохранить мир путем примирительных действий или улаживая разногласий путем компромисса. Мир — это итог достижения гармонии и равновесия в любой ситуации. Мир никогда не достигается посредством эмоциональной природы или ума эго, но посредством более высокочастотных энергий духа, который всегда стремится к наибольшему, наилучшему для всех результату. В вашем мире дуальности и полярности оптимальная цель состоит в том, чтобы во всем искать гармонию и равновесие. Однако, эта гармония должна начаться внутри вас. Она должна расцвести в сердце, поскольку вы позволяете духу спуститься и снова доминировать внутри вашего физического сосуда. Тогда вы начинаете смотреть на мир через фильтр любви и слушать с мягким состраданием. Вы знаете, что все вы будете иметь то, что вам нужно, и больше не стремитесь присвоить то, что принадлежит другим. Вы всегда стремитесь к взаимовыгодным решениям, и знаете, что, если кто-то проигрывает, проигрывают все. Вы становитесь чемпионами света, и идете легко, но смело, поскольку несете сияющий эфирный меч Божественной воли, чести, истины и справедливости. Вы утверждаете свою истину, и преданно живете своя истиной, стойко, с целостностью и смирением, уча своим примером и предоставляя другим такое же право. Вы должны сначала стремиться к внутреннему миру, дорогие, и когда вы найдете то, что искали, вы будете излучать ауру мира в мир, где к ней присоединятся и усилят ее те, кто имеет такую же миролюбивую и гармоничную природу. Вместе и в силе вы сможете преодолеть любые невзгоды, создать и усилить клетки, зоны света, которые вы выстраиваете на земле, а также в пятом измерении. И когда эти мысли формы света достигнут определенного уровня, они начнут проявляться на земном плане чудесным образом. Многие ваши представления приближаются к тому, что будут проявляться без особых усилий. Последние штрихи и подготовка почти завершены. Дорогие, теперь наблюдайте за поразительными результатами всех своих настойчивых усилий. Жестокость людей друг к другу длилась долго и не прекращалась, начиная с падения в плотность. Конфликты почти никогда не завершались мирным сосуществованием. Основным намерением чаще всего было завоевание, захват и подчинение, не принимая во внимание благосостояния ни тех, кто был схвачен, ни тех, кто был вынужден воевать. Мы неоднократно напоминали вам о том, как пропасть между светом и тенями расширяется, как будто мир, наполненный вибрационными поттернами света, накладывается на мир третьего и четвертого измерений иллюзий и теней. С каждым днем это еще больше усугубляется. Вам обязательно нужно постоянно оставаться бдительными, сосредоточенными на сердце и одухотворенными. Вы должны научиться устанавливать энергетические границы и постоянно укреплять свой щит или колонну защитного света Создателя. Вы должны прислушиваться к шепоту сердца, поскольку именно в нем ваши ангельские руководители и учителя оставляют для вас сокровища мудрости, доступные к использованию. Погрузитесь в себя, мои верные друзья, и вспомните, как многие ионы лет назад мы вместе летели по Вселенной, создавая новые галактики, миры и цивилизации, выходящие за пределы ваших мечтаний. Вспомните, как вам была доступна вся божественная субстанция творения, и все, что вам предстояло сделать, это с помощью своего разума сформировать ее. Вспомните, что все, что вас было необходимо, нужно было только представить, и оно чудесным образом появлялось перед вами. Попытайтесь вспомнить многие формы, которые вы принимали, некоторые человеческие, но многие из них имели различный состав, структуру и особенности, но все были прекрасны и совершенны в глазах нашего Бога Отца, Матери. Важно, чтобы вы вспомнили то, что вы испытали каждую коренную расу, когда-либо населявшую Землю, что означает, что у вас был разный цвет кожи, и вы имели особенности каждой расы, теперь воплощенной на вашей планете. Мы говорим вам, что вы, многогранные существа, которые испытали все богатство и разнообразие Земли, Солнечной системы, Галактики и Субвселенной. И как вы можете осуждать своих братьев и сестер, потому что в этой жизни они имеют отличный от вас цвет кожи, или у них другие обычаи, верования, и они по-другому молятся Богу или называют Его другим именем. Было сказано раньше, но повторяем снова и снова, когда вы делаете это, вы осуждаете только себя. Помните, дорогие, во время этих великих перемен, вы очень важны. Пусть ваша любовь, свет сияет всем. Позвольте нам помогать вам в выполнении вашей земной миссии заботиться о вас любовью. Вместе мы победим. Архангел Михаил